В эфире новости на Аризон ТВ. В эфире Олеся Коряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. НАТО постоянно анализирует, чем можно помочь Кишиневу, в том числе в сфере противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса ЕС Толтельберг 14 июня в Брюсселе на пресс-конференции в преддверии совещания министров обороны стран НАТО. Заявление генерального секретаря НАТО прозвучало в его ответе на вопрос, могут ли союзники по НАТО помочь Молдове получить современную систему ПВО. Молдова является партнером НАТО. Мы договорились развивать партнерство. Безусловно, мы изучаем, как можно помочь вам реформировать и консолидировать ваши институты обороны и безопасности, что также может быть связано с защитой воздушного пространства Молдовы. Мы постоянно оцениваем и обсуждаем с Молдовой, какую поддержку мы можем предложить. Недавно Молдова получила часть нелетальной военной помощи от Европейского Союза на общую сумму 87 миллионов евро. В нее входят дроны, ноутбуки, костюмы для обезвреживания взрывоопасных предметов, ультразвуковые аппараты, средства индивидуальной защиты и хирургические наборы. Остальное снаряжение поступит в нашу страну до конца текущего года, сообщил министр обороны. В начале июня Польша объявила о передаче Молдове оружие, боеприпасов и снаряжение для полиции. Груз был доставлен шестью самолетами. В начале июня лидеры стран формата «Бухарестская девятка» в совместной декларации заявили, что продолжат усиливать поддержку со стороны НАТО в адрес Республики Молдова, Грузии, Боснии и Герцеговины, чтобы укрепить потенциал обороны и устойчивости этих стран. Тогда же президент Румынии Клаус Яханис заявил, что союзники по НАТО должны усилить поддержку уязвимых партнеров Североатлантического альянса, в особенности Республики Молдова. Отметим, что нынешняя встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит 15 и 16 июня в штаб-квартире блока в Брюсселе. На состоявшейся накануне пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры будут сосредоточены на увеличении поддержки Украины, усилении сдерживания и укрепления обороны, в том числе за счет новых региональных планов. Еще одной темой встречи станет подготовка саммита НАТО в Вильнюсе, на который также приглашена Республика Молдова. Активисты и сторонники партии Шоры и партии Ринаш Телевозрождение провели сегодня акцию протеста перед зданием парламента. Участники манифестации выразили недовольство законопроектом о переименовании и переносе празднования Дня Победы. В акции приняли участие и депутаты парламента. День Победы 9 мая Пресс-секретарь парламентской фракции ПДС Адриана Влас заявила в ответ на наш запрос у реакции по этому поводу, что не комментирует протесты, прозвучавшие на нем заявления. Напомним, согласно законопроекту, разработанному партии «Действие Солидарность», День Победы и памяти павших героев за независимость Родины, отмечаемый в Республике Молдова 9 мая, предлагается заменить на День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который с 2024 года будет отмечаться 8 мая. В первом варианте законопроекта предлагалось нынешнее название заменить на День Памяти и примирения в честь погибших во Второй мировой войне. Однако позднее депутаты от ПДС внесли соответствующие изменения. Этот законопроект необходим с учетом сохраняющейся до сих пор путаницы между реальной датой окончания Второй мировой войны на Европейском континенте 8 мая с одной стороны и 9 мая датой, навязанной Сталином и СССР социалистическому лагерю, чтобы присвоить первостепенную роль в победе над бывшими нацистскими союзниками, говорится в законопроекте депутатов от правящей партии. Авторы также утверждают, что инициатива исправляет историческую двусмысленность, которую поддерживали предыдущие власти, настаивая на дате окончания Второй мировой войны на Европейском континенте 9 мая. В настоящее время данный проект закона находится на рассмотрении законодательного органа страны. Молдова получит дополнительную финансовую помощь от Евросоюза. Соглашение о предоставлении нашей стране транша макрофинансовой помощи в размере 145 миллионов евро, достигнутое депутатами Европейского парламента и странами-членами ЕС, было подписано в среду в Страсбурге председателем Европарламента. Как написала Роберта Мецола в своем твиттере, «Три недели назад я сказала жителям Молдовы, что они не одиноки. Сегодня мы выделяем дополнительные 145 миллионов евро для поддержки реформ в Молдове, поскольку страна продолжает сопротивляться угрозам со стороны России. Будущее Молдовы в Европейском Союзе». В конце мая Совет Евросоюза принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове. Ранее сумма одобренных ЕС средств для нашей страны составляла 150 миллионов евро. Сейчас Евросоюз увеличил эту сумму еще на 145 миллионов евро. Это означает, что в целом Молдова получит 295 миллионов евро. 220 миллионов из них составляют кредиты и 75 миллионов гранты. Православная церковь осуждает кремацию человеческих тел. Об этом телеканал «Оризон ТВ» заявил викарий митрополии Кишиневской всея Молдовы и Кисков-Псаровский Иоанн. В то же время он уточнил, что данную точку зрения не следует рассматривать как противодействие решению властей о создании крематориев. Церковь осуждает сжигание или кремацию тела человека, поскольку человеческое тело должно почитаться и цениться. Согласно православному учению, человек взят от земли и в землю возвратится. Кремируя человеческие тела, мы нарушаем человеческое достоинство. Мы стираем всякую память о живом человеке. Церковь доводит до сведений людей, как они должны поступать в духовном, нравственном плане. Но далее уже это касается тех, кто принимает такое решение. Напомним, вчера правительство одобрило проект закону функционирования крематориев. Согласно документу, крематориев могут быть созданы центральными и местными органами государственной власти или в рамках государственно-частного партнерства. Администрация крематориев будет обязана установить правила оказания кремационных услуг, вести учет и архивы, устанавливать правила доступа в крематори и режим работы хранилища урн с прахом умерших колумбариев, а также обеспечивать услуги по связям с общественностью и доступ к информации для посетителей. Соответствующую законодательную инициативу зарегистрировали депутаты от ПДС. Кремация будет осуществляться только на основании свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт смерти с разрешения органов полиции, выданного в соответствии с законом. Законодательную инициативу предстоит рассмотреть и принять в парламенте. Министр окружающей среды сообщила, что на территории Республики Молдова нет крематориев для умерших людей из-за отсутствия нормативной базы, поэтому граждане используют для этих целей крематорий в Украине и Румынии. Несколько лет назад был разработан проект, который предусматривал строительство крематория в столице. Муниципальные власти Кишинева даже выделили участок земли площадью 8 гектаров близ столичного кладбища Святого Лазаря. Согласно статистическим данным, в Республике Молдова практически в каждом населенном пункте есть кладбище. А на территории муниципе Кишинева обустроено 11 кладбищ, которые занимают площадь около 200 гектаров. 40 сотрудников Национального центра до госпитальной скорой медицинской помощи находятся под угрозой увольнения. Об этом стало известно после того, как 13 июня в ряде СМИ было опубликовано письмо, адресованное премьер-министру Дарину Ричану, председателю парламента Игоря Гросса, а также некоторым депутатам. В нем утверждается, что министр Алла Немиренко оказывает давление на неугодных сотрудников, в том числе для того, чтобы они уволились, а также, что она продвигает своих близких. Мы просто хотим, чтобы госпожа Немиренко позволила нам работать так, как мы работали, говорится в обращении. Наш телеканал обратился за реакцией к министру здравоохранения Алле Немиренко. Что она ответила? Смотрите в следующем сюжете. В письме к руководителям страны говорится, что представители Национального центра до госпитальной скорой медицинской помощи просят рассмотреть их ходатайство о принятии мер, чтобы, как они утверждают, остановить произвол со стороны нынешнего руководства Национального центра до госпитальной скорой медицинской помощи во главе с учредителем Министерством здравоохранения в лице Аллы Немиренко. Или, как она выразилась, на встрече, состоявшейся в начале года с заместителями директора и начальниками управлений, с директором нашего учреждения. Потому что заместители директора были назначены мной, чтобы они делали все, что я им скажу. Я буду вашим директором. Так начинается письмо сотрудников Национального центра. Мы обратились за комментарием по поводу этих обвинений к Алле Немиренко. В своем ответе она отметила, что письмо анонимное. Написали его не сотрудники учреждения. Министр также заявила, что не встречалась с коллективом и рекомендовала прочитать ее публикацию на эту тему в соцсетях. В фейсбук Немиренко написала, что все 40 сотрудников из общего числа в 5800 работников учреждения глубоко пенсионного возраста. Но основная причина увольнения не в этом, а в том, что наличие этих должностей не приносит пользы учреждению, системе и пациенту. Большинство из них называются советник-советника, помощник-секретаря. Архивариусы, которые архивировали истории болезни из дома, начальник не знаю какой логистики, специалисты не знаю в какой экспертизе, секретарши-машинистки, статистики, которые не вели статистику своего присутствия на работе и другие, также отметила Немиренко. С реакцией на эту тему выступил и пресс-секретарь правительства Даниил Воды. Он заявил, что в учреждении проходит реорганизация, в том числе на уровне персонала, и это может вызывать недовольство среди сотрудников центра. По мнению Воды, появление в публичном пространстве подобной корреспонденции может быть манипуляцией с целью введения общественности в заблуждение. Возникающая в публичном пространстве корреспонденция с заголовками типа «эпатажный», «скандальный» не обязательно соответствует текущей действительности. Часто в проектах реорганизации и реформы, которые касаются нескольких учреждений, существует несколько лагерей, предпочитающих общаться тем или иным способом. Передача в публичное пространство корреспонденции без общего контекста также является методом манипуляции, который может ввести людей в заблуждение. Мы также хотели выяснить реакцию председателя парламента Игоря Гроссу на эту тему, но главный консультант отдела коммуникации и связи с общественностью законодательного органа Светлана Руденко сообщила нам, что письмо сотрудников Национального центра до госпитальной скорой медицинской помощи еще не зарегистрировано в секретариате законодательного органа. Отметим, что Национальный центр до госпитальной скорой медицинской помощи привлек внимание общественности после того, как директор учреждения Юрий Красюк направил профсоюзам письмо, в котором сообщил, что намерен уволить 40 сотрудников учреждения, достигших пенсионного возраста, включая врачей и водителей скорой помощи. Запрос был отклонен профсоюзами из-за кадрового кризиса в медицине, а также в связи с тем, что у людей, которых предложили уволить, безупречная репутация. В обнародованной реакции Национального центра указывается, что из 40 сотрудников пенсионеров 27 относятся к немедицинскому персоналу, а 13 с медицинским образованием входят в число административного персонала, и их увольнение никоим образом не повлияет на качество скорой медицинской помощи населению. При этом сокращения будут производиться для оптимизации финансо-экономических затрат и повышения эффективности деятельности всей службы, заявляет руководство медучреждения. Республика Молдова сталкивается с таким явлением, как миграция медицинских работников. Врачи уезжают из страны из-за низких доходов, плохих условий труда, а также недостаточных возможностей для личного и профессионального развития. Об этом говорится в Национальной стратегии здоровья 2030, утвержденной правительством. Документ предусматривает комплексную трансформацию системы здравоохранения и устанавливает приоритетные направления деятельности через ряд национальных программ, которые должны быть реализованы к 2030 году. Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что медицинская система страны завершила 2022 год с нехваткой около тысячи специалистов. Правительство утвердило национальную стратегию здоровья 2030. Одной из поставленных в ней задач является улучшение состояния здоровья населения путем построения модернизированной системы здравоохранения. Предоставление комплексных и качественных медицинских услуг, обеспечение лекарствами, медицинским оборудованием и доступа населения к ним, перевод медицинского обслуживания в цифровой формат, что очень важно для нынешней системы развития и поддержка рабочей силы, которая является основной. Однако пока, как отмечается в стратегии, отечественная система здравоохранения испытывает нехватку медицинского персонала, сталкиваясь с таким явлением, как миграция врачей. Они уезжают из страны по целому ряду причин. К внутренним факторам относятся низкий доход, плохие условия труда, недостаточные возможности для личного и профессионального развития. Из категории внешних привлекающих факторов необходимо отметить, что Румыния в 2018 году увеличила на 70 и 170 процентов заработную плату большинства категорий медицинского персонала в системе общественного здравоохранения и упростила процедуры признания и эквивалентности дипломов о медицинском образовании, полученных в Республике Молдова, говорится в стратегии «Здоровье-2030». В Минздраве также отмечают сложность привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения, а также объясняют географический дисбаланс в охвате медицинскими кадрами тем, что большинство медицинских учреждений страны, кроме Кишинева, обладают ограниченными финансовыми ресурсами, поэтому там устаревшая инфраструктура, оборудование, что делает эти медучреждения малопривлекательными для медицинского персонала. Как сообщало ранее Национальное агентство общественного здоровья, 2022 год медицинская система страны завершила с нехваткой около тысячи специалистов. Утвержденная правительством стратегия «Здоровье-2030» предусматривает разработку и внедрение механизмов, обеспечивающих удержание кадров в системе здравоохранения страны, включая сельскую местность, в том числе путем обеспечения привлекательного вознаграждения и материальной и нематериальной мотивации медицинских работников. Также Национальная стратегия предусматривает трансформировать к 2030 году систему здравоохранения таким образом, чтобы она могла оперативно реагировать на глобальные или региональные чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Большее внимание будет уделяться профилактике заболеваний. Кроме того, как отмечается в документе, медицинские услуги будут больше адаптированы к демографическому явлению старения населения, влиянию инвалидности и эпидемиологическому профилю заболеваемости с акцентом на развитие профилактики, реабилитации, долгосрочного ухода и палеотивных услуг. Палаты представителей и Сенат Румынии собрались сегодня, чтобы проголосовать за утверждение состава правительства, предложенного назначенным премьер-министром Марчеллом Чулаку. Повестка заседания предусматривает презентацию программы правительства и списка министров. После этого пройдут дебаты. Лидер социал-демократической партии Марчелл Чулаку возглавит кабинет министров на ближайшие полтора года. В новом правительстве 18 министров, на два меньше, чем в Кабмине его предшественника Николая Чука. Министерство спорта и туризма упразднены. Часть министров перешла из прежнего состава. Большинство из них представители социал-демократической партии. После голосования в парламенте премьер и министры примут присягу во дворце Катрачень в присутствии президента страны Клауса Йоханнеса. Вступление в должность правительства Чулаку завершит процедуру так называемой правительственной ротации. Эта процедура была согласована в ноябре 2021 года и проводится впервые. После выхода из состава правящей коалиции Союза за спасение Румынии, социал-демократы, национал-либералы и демократический союз венгров Румынии подписали политическое соглашение по формированию национальной коалиции за Румынию. Предполагается, что этот альянс будет действовать до 2024 года. И вновь к новостям внутренним. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов провело сегодня внеплановые проверки перевозчиков животных, предприятий по их выращиванию, забою, а также на рынках страны. Цель мероприятия выяснения происхождения, а также контроль за соблюдением нормативно-правовой базы, касающейся состояния, идентификации и регистрации животных. Агентство отмечает, что незаконная перевозка животных влечет за собой риск возникновения вспышек таких заболеваний, как чума свиней, птичий, гриб, бешенство, а также появление на рынке мяса из нелегально работающих скотобоин, который может представлять угрозу для здоровья человека. Внеплановые проверки направлены на борьбу с правонарушениями, отмечается в сообщении Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Специалисты призывают граждан не приобретать животных без ветеринарных сертификатов, а продукты питания в неавторизированных местах. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Алиса Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного вам дня в продолжении. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова